Уже как три недели идут съемки самого скандального и маргинального бойцовского реалити-шоу в России под названием Hype Reality, где царит тотальная грязь, унижение, разврат и происходят каждодневные массовые драки. В сегодняшнем ролике вас ждет большой разбор или же разоблачение того зоопарка, который устраивают бойцы прямо во время съемок. С вами Ударник, всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Братва, в комментариях вы часто спрашиваете меня про бороду и сейчас расскажу, как увеличить густоту, убрать проплешины или же отрастить ее с нуля, как и в моем случае. Погнали! Набор Голд содержит все нужное для роста от щетины до бороды и профессионального ухода. Роллер с титановыми иглами улучшит кровообращение и усилит действие масла. Активатор роста бороды Голд с удвоенной формулой капсаицина, горчичным, репейным и другими природными экстрактами безопасно активирует рост. Шампунь с биотином и кератином очистит и защитит волосы. Кондиционер с эластином и коллагеном смягчит локоны и кожу головы. Ну а расческа из орехового дерева придаст бороде форму. Бирдман использует только импортное сырье. Качество косметики гарантирую лично. И кстати говоря, по моему промокоду вы получите скидку в 10% на первый заказ набора. Переходи по ссылке в описании и продолжай отращивать бороду вместе со мной. Всем удачи! Начну с того, что промоушен Хайп Файтинг снимает уже третий сезон своего реалити шоу. Давайте вспомним первые два сезона, ведь они проходили еще более-менее в спортивном ключе. Конечно же, стычки и драки между бойцами присутствовали, но намного в меньших объемах. И вот когда началась подготовка к съемкам третьего сезона, глава промоушена Альфреда заявил, что капитанами команд станут топовые бойцы UFC, именитые спортсмены Хамзат Чимаев и Арман Сырукян. Все в шоке, весь интернет в шоке, никто не может поверить. Тем не менее, Хамзат Чимаев и Арман Сырукян главные звезды UFC, капитаны Хайп Реалити 3, которые уже скоро начнется. И вроде бы вот он уровень, вот он спорт. Однако все получилось совершенно иначе, ведь в качестве участников хайп-файтинг пригласил самых противоречивых и скандальных бойцов из поп-ммэ индустрии. Любитель душить со спины Зелимхан Юсупов. Тормози, залик, 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 стой. Куда ты его, сними его с него, ну сейчас, куда ты? Пинающий девушек Алиха и Бати. Это все-таки спорт, что находится именно в октагоне. Тимур Фартовый, который подло ударил бойца после боя, нанесят ему тяжкие телесные повреждения. Наби Набиев, Шавхал Чурчаев, Байера и многие другие, не отличающиеся спортивным поведением бойцы. Все эти персонажи вместе взятые образовали ту еще гремучую смесь, вследствие чего уже с первых дней съемок стали происходить стычки и драки. Причем в большинстве своем конфликты между бойцами возникали буквально на ровном месте. Тому яркий пример Байера, который подкрался сзади к рахе андийскому и по приколу задушил его до потери сознания. Ну а когда Раха пришел в себя, то сразу решил отомстить и пошел избивать Байеру. В связи с тем, что Ютюб не пропускает столь жесткие кадры, все видеозаписи драк и потасовок с хайп реалити без цензуры находятся в моем телеграм-канале, ссылка в описании к ролику. Причем заметьте, что большинство бойцов, которые находились рядом в тот момент, просто наблюдали и смеялись. И кстати Байера в том числе. Один человек душит другого без причины до потери сознания. Смешно, не правда ли? Однако это было лишь начало беспредела, который происходил на съемках реалити, ведь уже в ближайшее время в сети появился отрезок массовой драки между участниками шоу. На кадрах видно, как Романа Вдал нападает на Али Хайбати. Их пытается разнять Мухаммед Хайбати, однако тут же получает сбоку от Шавхала Черчаева. Что в этом происходит? После этого на виллу, где все это происходило, нагрянула полиция Таиланда. И съемки оказались на грани срыва. Есть для хардкора очень хорошая новость. Не только хардкора, для осея, веги индустрии. Обязательно хайб-реалити закрываются. Закрыли весь дом, да? Закрываются хайб-реалити. Альфредо сколько денег вложил? Говорят, что закрывают. Полностью дом окружили бы. Все, никакого, ничего нету, говорят. Все убирать и уйдеть. Все вопросы. Однако Альфредо отвесил немаленькую сумму денег, для того, чтобы люди в погонах не имели претензий к происходящему. Отдали огромнейшие деньги. Закрыли вопрос тем, чтобы наш турнир вообще не закрыли. Закрыли вы вопрос тоже как? Деньги у меня взяли в долг, как есть, говори. Если бы мы деньги у тебя в долг взяли, нам бы тоже... Вы всю жизнь у меня бросите. О, Арман утром гердосит. Нам бы даже на один микрофон не пошел. Реалити возобновилась, однако количество драк и потасовок не уменьшилось, а лишь увеличилось вдвое. Спустя некоторое время на виллу приехал скандальный известный блогер Ваха Бруклин, который не так давно задал провокационный вопрос Арману Цырукяну во время пресс-конференции UFC. Ваха начал проводить на вилле стримы, и во время одного из таких стримов Тимур Фартов и Абдурахманов решил хайпануть на большую аудиторию. Он подошел сзади к Залимхану Юсупову и начал его душить. Однако Залик оказался не так-то прост. Он достал из кармана пауэрбанк, ударил Фартового, тем самым разбив ему голову. Лично у меня при просмотре данной видеозаписи сложилось чувство, что я смотрю не бойцовское реалити, а канал Animal Planet. Иначе я никак по-другому не могу описать происходящее. Крайне интересно узнать, как ко всей этой грязи относятся Хамзат Чимаев и Арман Цырукян, которые большинство времени проводят прямо в эпицентре всего этого балагана. И кстати говоря, я думаю все знают, что многие бойцы реалити строят из себя максимально правильных и религиозных людей. Однако позвольте я вам покажу, чем же занимаются бойцы реалити и как развлекаются в свободное время. Первое. Пристегивают девушку цепью и заставляют ее лаять, стоя на коленях. Вы сейчас охуеете, что я встретил в Пхукете. Сенсацию встретил. На нее смотрите. Голос. Голос. Это Таиланд, блядь. Второе. Играют в казино и прям очень по-доброму общаются со своими зрителями. Это один и тот же гандон, блядь. Я твою маму ебать не нравлюсь. Я буду ругаться. Я твое все... Тряпка ебаная, блядь. Как микрофоном тебя улыбать, сукин сын, блядь. Конечно уж точно не мне судить этих персонажей, однако именно из-за них складывается максимально двоякое впечатление о всем хайп реалити. С одной стороны, ты видишь капитанов команд в лице топовых бойцов UFC и думаешь, блин, это круто, это реально уровень. Однако потом, когда наблюдаешь всю эту грязь со стороны бойцов, понимаешь, что это просто была красивая, дорогая обертка и не более. В общем, пишите в комментариях свое мнение о происходящем на съемках хайп реалити. Ну а пока что, я думаю, стоит дождаться выхода серий и потом уже делать какой-то итоговый вывод. Ну а вам, братцы, спасибо за просмотр. К сожалению, высока вероятность, что в ближайшее время YouTube заблокируют, поэтому буду рад вас видеть в моем телеграм-канале, где каждый день выходят свежие новости, записи драк без цензуры и многое другое. С вами был Ударник, всем удачи, до новых встреч!